Добрый день! Добрый день! Об этом месяце писал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. И редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Конечно, осенью Пушкин неразрывно связаны между собой. Это любимое время года поэта. Ему очень хорошо писалось в это время. Осень – источник его вдохновения. И осенью мы традиционно отмечаем один из главных праздников лингвистической школы. Какой? Какой праздник мы отмечаем? День чтецов! День чтецов! Молодец! Мы запишем этот день в школьном календаре. День чтецов! Я согласна с тобой, давно пора это было сделать. Но недавно мы этот праздник тоже отмечали. Он связан с нашим лицеем. День лицеистов! Молодец! Это, конечно же, день лицеиста. Мы помним, как Александр Сергеевич Пушкин когда-то поступал в Царско-сельский лицей. Он был один из первых выпускников этого прекрасного учебного заведения. Но у нас тоже лицей. И мы гордимся своими традициями. Стараемся поддерживать традиции Царско-сельского лицея, но и создаем свои традиции. И одна из традиций – это, конечно же, проведение нашего ежегодного конкурса чтецов «Живое слово». Сегодня в зале собрались не случайные люди. Вы все уже победители. Победители своего класса, своей параллели. Я права? Это так? Да. Да. Вас выбрали как лучших из лучших, самых-самых. Поэтому вы все уже сегодня победители. Но победители, которые вышли в финал нашего конкурса. А кто станет уже окончательным победителем, мы узнаем только 27 октября, когда у нас пройдет торжественное награждение. Будем долго мучиться, страдать, да, переживать. Но что делать? Жюри нужно тоже дать время, чтобы определить победителя. У них нелегкая задача. Сегодня каждый из вас уже будет награжден грамотой за участие в нашем конкурсе и памятным подарком. А самый дорогой подарок – это книга. Совершенно верно. Самый дорогой подарок – это книга. А вот уже медали и грамоты в определенных номинациях мы с вами получим только 27 октября. Хочу сказать, что очень приятно, что у нас вот так сложилось. Со вчерашнего дня мы необычно открыли первый день конкурса чтецов в средней школе. У нас был приглашенный гость. Был такой сюрприз для нас, да? И выступал всем хорошо известный, любимый учитель испанского языка. Как его зовут? Хесус! Да, сеньор Хесус. Сеньор Хесус выступал. Так проникновенно, так трогательно читал сеньор Хесус стихотворение испанского поэта Гарсия Лорки. Но сегодня сеньор Хесус попросил, чтобы выступили его лучшие ученики. Как бы поддержали эту традицию, потому что сеньор Хесус не может выступить сегодня, но он очень хотел бы, чтобы стихи испанского поэта Гарсия Лорки обязательно прозвучали. Конечно, они не входят в конкурсную программу, но настолько они прекрасно звучат. Давайте насладимся прекрасным прочтением стихотворений Гарсия Лорки. И сейчас я приглашаю на сцену учеников третьего и третьего Б-класса. Это Никитина Яна и Гринберг Лев. Луна, луночка. Луна, лунито. Ты такая красивая и чистая. Скажи нам, дети, кто тебя так умывает? Ты такая красивая. Мы, дети, хотим тоже знать и быть такими же чистыми и красивыми. Может быть, тебя умывает мама, как и меня? Луна, луночка. Ты такая красивая. Луна, лунито. Там бланка бланкита. Диме, лунито. Киенте, лава, тугарита. Эстас, лимпе, олимпиета. Табиенте, лава, тумамита. Луна, лунито. Там бланка бланкита. Луна, лунито. Луна, лунито. Луна, лунито. Луна, лунито. Снимай микрофон снять. Сними, если тебе будет удобно, так сними, пожалуйста. Луна, лунито. Луна, лунито. Там бланка бланкита. Диме, лунито. Киенте, лава, тугарита. Эстас, там, лимпе, олимпиета. Там ян, ты лава, тумамита. Луна, лунито. Там бланка бланкита. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 К РУССКОМУ ЯЗЫКУ Вернёмся к РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Напомню, что мы на конкурсе. А конкурс оценивает жюри. И пришло время с ними познакомиться. Итак, член жюри, заместитель директора по начальной школе Татьяна Евгеньевна Мозговая. Заместитель директора лингвистической школы Елена Владимировна Мурадорина. АПЛОДИСМЕНТЫ Все вы не прошу знаете. Так. Организатор всех школьных мероприятий, педагог дополнительного образования Медведева Светлана Вячеславовна. АПЛОДИСМЕНТЫ И председатель жюри, исполнительный директор лингвистической школы Олег Николаевич Парсов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю, что, конечно же, жюри оценивает все. И выразительность, и артистизм, и погружение в текст, и умение работать с залом, потому что вы читаете в первую очередь для зрителей, для слушателей. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Все. Получается, жюри на месте, участники на месте. Итак, объявляю ежегодный конкурс чтецов «Живое слово», посвященный Дню лицеиста, открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Открывает конкурсную программу, конечно же, произведение Александра Сергеевича Пушкина. Вступление к поэме Руслана Людмила. Все вы помните эти строки. «У лукоморья дуб зеленый». Приглашаем на сцену первую участницу, ученицу первого класса, Орлову Анастасию. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Сергеевич Пушкин, Людмила и Руслан. «У лукоморья дуб зеленый, Слатарец цель надубитон, И днем, и ночью кот ученый Все ходит под сцепи кругом, Идет направо, пейс заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, Русалка на ветвях сидит, Там на неведомых дорожках Седы невиданных зверей, Избушка, там на крыльях ножка Стоит без окон, без дверей, Там лес и дол видений полный, Там о заре прихлынут молни, На брег песчаный и пустой, И тридцать витерепи красных Чередой из вод выходит ясных, И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом Пленяет грозного царя, Там в облаках перед народом, Через леса, через моря, Как дунь несет богатыря, Темницы там царевна тушит, А буреволки верно служат, Там ступа с бабой-дедегой Идет, придет, сама с собой, Там царь кощей над зла там чахнет, Там русский дух, там русью пахнет, И там я был, и мед я пил, У моря видел дуб силен, Под ним сидел и кот ученый, Свои мне сказки говорил. Анастасия Орлова, Я уже даже не знаю, С какой стороны подавите, Анастасия Орлова Награждается грамотой За участие в ежегодном конкурсе чтецов Живое слово. И Настя получает вот такую книжку Сказки для почемучки, Где ты узнаешь, Откуда берется вода, Как, почему идет дождик, И еще много-много интересных историй. Приветствуем! Ну, настоящий артист корпозировать умеет, Молодец! Так, продолжаем. Следующий автор Не нуждается так же в представлении, Как и Александр Сергеевич Пушкин, Потому что его стихи знают наизусть, И взрослые, и дети. Это, конечно же, Самуил Яковлевич Маршак, Поэт, драматург, переводчик, Литературный критик, сценарист, Автор популярных детских книг. Произведение «Чего боялся Петя» Прозвучит в исполнении ученицы Первого класса Морозовой Александры. Самуил Яковлевич Маршак, «Чего боялся Петя» Подождите секундочку, давай настроим, Чтоб ты не беспокоилась, да? Вот так вот. Хорошо? Удобно делать? Да. Самуил Яковлевич Маршак, «Чего боялся Петя» Темноты боится Петя, Петя маме говорит, «Можно, мама, спать при свете? Пусть и ночь огонь горит!» Отвечает мама, «Нет!» Челк и выключил свет. Стало тихо и темно, Свежий ветер вдул в окно. В темноте увидел Петя Человека у стены. Оказалось, на рассвете Это куртка и штаны. Рукавами, как руками, Куртка двигалась слегка, А штаны прессали сами От ночного ветерка. В темноте увидел Петя Ступу с бабой ягой. Оказалось, на рассвете Это печка с кочергой. Это печь, а не яга, Не нога, а кочерга. В темноте увидел Петя, Сверху смотрит великан. Оказалось, на рассвете Это старый чемодан. Вышоко на крыше шкафа Чемодан поставил папа. И светились два замка При луне, как два зрачка. Каждый раз при встрече с Петей Говорят друг другу дети. Это Петя Иванов. Испугался он штанов. Испугался он яги, Старые ржавые кочерги. Во дворе услышал Петя, Как над ним смеются дети. Нет, сказал он, Я не трус, Темноты я не боюсь. И сих пор ни разу Петя Не ложился спать при свете. Чемоданы и штаны Пети больше не страшны. Да и вам другие дети Спать не следует при свете. Для того, чтобы видеть сны, Лампы вовсе не нужны. Молодец! Молодец! Грамотой награждается Морозова Александра, Ученица первого класса, За участие в ежегодном конкурсе Чтецов «Живое слово». А также наш памятный подарок «Сказки для почемочки». Так, как хорошо начали. Продолжаем наш конкурс. И сейчас опять мы услышим Стихотворение Самуила Яковлевича Маршака. Баллада о королевском бутерброде. На сцену приглашается ученик Первого Б-класса земляков Григорьев. Александр Сергеевич Самарфак. Баллада о королевском бутерброде. Король Ее Величества просил Ее Величества, Чтобы Ее Величество спросил молочницы, Нельзя ли доставить масло на завтрак королю? Придворная молочница сказала, Разумеется, скажу, скажу корове, Покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове И говорит корове, Велели их Величества известное количество Отборничьего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила с просонья, Скажите их Величеству, Что нынче очень многие, двуногие, безрогие Предпочитают мармелад, А также пастилу. Придворная молочница сказала, Вы подумайте! И тут же королеве представила доклад, Сто раз прошу прощения за это предложение, Но если вы намажете, На тонке намте хлеба, Фруктовый мармелад, Король Его Величества, наверное, будет рад. В тот час же королева пошла к Его Величеству И будто между прочим сказала не в попад. Ах, да, мой друг, по поводу обещанного масла, Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил, глупости. Король сказал, о боже мой! Король вздохнул, о господи! И снова лег в кровать. Еще никто сказал, никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать. На это королева ответила, Ну, конечно! И тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала, Ну, конечно! И тут же побежала в коровье хлеб опять. Придворная корова сказала, Все же дело, да ничего дурного. Сказать ему не хотела. Возьмите просто квашу, молока для каши И сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала, Благодарствуйте! И масло на подносе послала королю. Кролевскими, масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто, никто, сказал он, вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускай мне с халатей. Никто, никто, сказал нам, или в руки мыл. Никто, никто, сказал, чрезжай по берегу. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Ой, молодец! Я хочу сказать, мне каждый выручит такое большое произведение, да? Гриша, ты молодец! А почему ты плачешь-то? Надо радоваться! Ты выступил, и выступил хорошо! Молодец! Смотри, как тебя зал поддерживает! Итак, Земляков Григорий, это ты? Я не сомневаюсь, это ты. Ученик первого Б-класса награждается грамотой за участие в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово» и памятной книжечкой «Сказки для почемучки». Задавай вопросы и ищи на них ответы в этой книжке. Договорились? Потом мне расскажешь. Я тоже многого не знаю. Так, ребятки, книжки потом полистаем, обменяемся впечатлениями. Давайте продолжим. Тишина. На сцену приглашается ученик первого Б-класса, рулевский Игорь. Он прочтет текст Виктора Драгунского, советского писателя, автора всем известного цикла рассказов «Денискины рассказы», которые стали классикой детской литературы. А мы услышим рассказ «Он живой и светится». Итак, ученик первого Б-класса рулевский Игорь. Виктор Драгунский, «Денискины рассказы», «Он живой и светится». Однажды я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам. И уже, наверное, пили чай с бубьяками и брынзой, а моей мамы все еще не было. И в окнах стали зажигаться огоньки, и радио заиграл, музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось и есть, а мамы все не было. И если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы, и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал «Здорово», и я сказал «Здорово». Мишка сел со мной и взял в руки с мамы свал. «Ого», — говорит Мишка, — «где достал?» Он сам набирает песок. «А сам? А сам сваливает?» «А-а-а! А ручка для чего одна? Ее можно вверхтеть, да?» «А-а-а! Ого! Дашь мне его домой?» Я сказал «Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят, разговаривают и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тогда Мишка говорит «Не дашь сам свал? Отбежись, Мишка!» Тогда Мишка говорит «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса». Я говорю «Сравнил Барбадос с сам свалом». А Мишка «Ну, хочешь, я дам тебе плавать на круг?» Я говорю «Он у тебя лопнутый». А Мишка «Ты его заклеишь?» Я даже рассердился. «А плавать где?» «В ванной? По вторникам?» И Мишка опять надулся. А потом говорит «Ну, была не была. Знаю мою эту правду. На!» И он протянул мне коробочку от спичек. «Да открой ее!» Говорит Мишка «Тогда увидишь!» Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел. А потом увидел маленький светло-зеленый огонек. Как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» Сказал ее шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», сказал Мишка. «Что, хорош?» «Он живой, не думай!» «Мишка», сказал я. «Бери мне самосвал, хочешь?» «Навсегда бери, насовсем!» «А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму!» И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я, остався со своим светлячком, глядел на него, глядел. И никак не мог наглядеться, как он зеленый, словно в сказке. И как он хоть и близко на ладони, а светит, словно издалека. И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть колол в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался. И мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила. «Ну, как ты смысловал?» А я сказал. «Я, мама, променял его». Мама спросила. «Интересно, а на что?» Я ответил. «На светлячка». «Вот он в коробочке живет». «Погаси-ка свет». И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама сожгла свет. «Да, — сказала она, — это волшебство. Но все-таки в карты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, на этого червячка. Я так долго ждал тебя, — сказал я. Мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила. «А чем же именно он лучше?» Я сказал. «Да как же ты не понимаешь, ведь он живой и светится». «Молодец!» «Слушала, как говорится, ведь сам слушал, как говорится. Скажи, пожалуйста, Игорь, скажи, пожалуйста, а ты сам бы поменял самосвал на светлячка?» «Нет». «Нет?» «Самосвал дороже, да?» «А еще у меня один вопрос. Я не ошиблась, когда сказала, что ты учишься в первом классе». «Да». «То есть ты первоклассник?» «Да». «Ребята, первоклассник, а прочитал какое большое по объему произведение. Прозу, прозаическое произведение. Умница Игорь, вдвойне молодых». Итак, «Рулевский Игорь» награждается грамотой за участие в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово», а также памятной книжечкой «Сказки». Вот так, держи. Для «Почемучки». Хорошо он стоит? Игорь, Игорь. Глянь, для меня. Прекрасно. Продолжаем наш конкурс. Произведение Виктора Драгунского пользуется большой популярностью. И сейчас мы услышим еще один рассказ этого автора. Рассказ называется «Друг детства». А исполнит его ученик второго Б-класса Костенко Богдан. Приглашаем на сцену. Ребятки, в зале тишина. Виктор Драгунский. Денискин рассказы. «Друг детства». Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работают тоже. Тогда у меня в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне подниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды. А то мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике и посетить далекий Зингапур и купить там забавную обезьянку. А на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга! Просто ужас какой-то! И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать. В случае чего? Я сказал папе, папа, купи мне грушу. Сейчас январь, груш нет, ешь пока морковку. Я рассмеялся, нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, пи мне обыкновенную, позженную боксерскую грушу. Ты спишь, братец, сказал папа. Перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится. И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся, за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу заметила, что я обиделся и тотчас сказала. Стой-ка! Я ей, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка! Через минуту она просила на диван плюшево по мишку. И сказала. Вот, это тот сам, что тебе цитинь мило подарила. Хороший мишка, отличный, погоди, какой тугой, живот какой-то толстый. Видишь, как выглядел? Чем не груша? Давай, начинай. И тут она позвонит телефон, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. Я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне с подружки не было об него тренироваться и развивать силу удара. И я вот так посмотрел на него, и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и зажрал его рядом с собой со стола бегать, и кормил его с ложки манной кашей. И вот такая забавная мордочка становилась, когда я мне его чем-нибудь перемазывал. И я его спать с собой укладывал, и укачал его, как маленького братишку. И я его любил тогда, любил всей душой. Да я за него бы жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать от него силу удара. «Ты что?» – сказала мама. Она уже вернулась к коридору. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал. Я отвернулся от мамы, чтобы она по голосу, по губам не догадалась, что со мной. Потом, когда я скрепился немного, я сказал, «Ты о чем, мама? Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером». Молодец, Багдан. Умница. Итак, мы уходим. Мы с конкурсом, потом мы шли. Награждается грамотой учениц 2-го В-класса Костенко Богдан за участие в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово», а также памятным подарком. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Ты чем-то на него даже похож. Давай мы положим тебе аккуратно в ручку. Возьми вот так, чтобы тебя сфотографировали. Подожди секунду. Спасибо. Продолжаем. Ребятки, я знаю, что вы все любите рассказы о животных, да? Они интересные, увлекательные. И, конечно же, все мы знаем прекрасного детского писателя Евгения Ивановича Чарушина. Он не только писал рассказы о животных, но и иллюстрировал собственные книги. Книги того же самого Самуила Яковлевича Маршака. Сейчас произведение Чарушина нам прочтет ученица 2-го А-класса Демидова Ольга. Приглашаем на сцену. Евгений Иванович Чарушин. Проза и чат. Однажды на даче ко мне прибежал Никита и кричит «Папа, дай кроликов! Папа, дай кроликов!» А я не понимаю, каких ему кроликов отдавать. И отдавать я никого не собираюсь, и кроликов у меня нет. «Да что ты, Никитушку, говорю! Что с тобой?» А Никита прям плачет. «Отдай, да отдай ему кроликов!» Но тут пришла мама и все мне рассказала. Оказывается, деревенские ребята слугов к двух зайчат принесли. Они их на сенокосе поймали. А Никита все перепутал. Надо было сказать «Возьми, зайчат!» А он говорит «Отдай кроликов!» Взяли мы зайчат, стали они у нас жить. Ну и милые были зайчата, этакие мохнатые шарики. Уши врозь, глаза большие коричневые, а лапки мягкие-мягкие, будто зайчата в валиночках ходят. Захотели мы зайчат покормить. Дали им травы, не едят. Налили в молоко в блюдце, и молоко не пьют. Сыты, что ли? А спустили их на пол, они никому шагу не дают ступить. Прямо скакивают на ноги, тычутся своими мордочками сапоги и лижут их. Должно быть, мы зайчи их ущут. Видно, голодные, а есть не умерют. Сосунки еще. Тут в комнату пришел Томка. Наш пес тоже захотел посмотреть на зайчат. А они, бедняжки, напрыгнули на Томку, наскочили. Вот такие они, зайчата, да? Непредсказуемые. Слюми, вы видите, по-моему сюда делаете? Хорошо, иди. Так, какие у тебя красивые кроссовочки. Я думала, там зайчата нарисованы, да? А это не зайчата? А что это такое или кто это? Коты. Коты, котята, киска, китти, что ли, называется, да? Китти. Клоу-китти. Вот оно что. Итак, ну что ж, торжественно объявляю. Грамотой награждается Демидова Ольга, ученица 2-го класса за участие в ежегодном конкурсе чтецов. А также памятным подарком. Маленький принц Антуан Лесент-Экзюпери. Ну, попозируй нам немножко, тебя фотографируют. Смотри, смотри вперед. Так, и еще один рассказ Чарушина «Волчишка». Мы услышим в исполнении ученицы 2-го А-класса Кузьминой Екатерины. Приглашаем Катю на сцену. Евгений Иванович Ирушин «Волчишка». Жил в лесу волчишка с матерью. Ушла мать на охоту, поймал человек волчишку, сунул в мешок и принес в горе. Потреби комнаты в мешок положил, долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нем волчишка и вылез. В одну сторону посмотрел, человек сидит, на него смотрит. В другую сторону посмотрел, черный кот пыжится, фыркает. Самого себя двое толще, еле стоит. А рядом пес зубы скалит. Совсем забоялся волчишка. Хотел обратно в мешок влезть, да не влезть. Пустой мешок лежит на полу, как тряпка. А кот пыжился, пыжился, да как зашипит. Прыгнул на стол, в блюдце смотрел, разбилось в блюдце. Пес залаял, а человек громко-громко закричал. Ха-ха-ха-ха-ха. Волчишка залез под креслом, забился. Кресло посреди комнаты стоит. Кот со спинки кресла вниз посматривает. Пес вокруг кресла бегает. А человек в кресле сидит, дымит. А волчишка еле живой под креслом. Ночью человек уснул. И пес уснул, и кот защурился. Коты они не спят, а только дремлют. А волчишка вылез, осмотрелся, походил, походил, сел, забыл. Пес залаял, кот на стол прыгнул. Человек на кровать сел, замахал руками, закричал. Волчишка опять залез под кресло, стал там жить, дрожать. Утром человек ушел, молока в плошку налил. Стали кот и собак лакать молоком. А волчишка в это время вылез из-под кресла, подполз к двери. А дверь-то открыта. Он из двери на лестницу, с лестницы на улицу, улицы на мост. С моста в поле, а в поле лес. Так и убежал волчишка. Вот молодец такой волчишка. Хитрый, шутрый волчишка. Спасибо, Катюша, спасибо большое. Но не только наша благодарность, а также мы вручаем тебе грамоту за участие в ежегодном конкурсе «Чтецов живое слово» и памятный подарок – книжечку «Маленький принц, мечтай, как маленький принц». Молодцы, хорошо, ребята, поддерживайте. Так, кто же дальше? А дальше у нас произведение опять Евгения Ивановича Чарушина. Вот такой он популярный автор. Я думаю, если бы Чарушин был жив, он бы порадовался сейчас, что его произведение ребята читают с таким интересом. На сцену приглашается ученица третьего В-класса Овсянникова Полина и прочитают произведение «Почему Тюпу прозвали Тюпой». Узнаем, почему так. Евгений Чарушин. Почему Тюпу прозвали Тюпой? Когда Тюпа очень удивится или увидит непонятное и интересное, он двигает губами и тюпает. Тюп-тюп-тюп-тюп. Травка шевельнулась от ветра. Петюшка пролетела. Бабочка запорхнула. Тюп ползет, подкрадывается поближе и тюпает. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Схвачу, славлю, поймаю, поиграю. Вот почему Тюпу прозвали Тюпой. Слышит Тюпа, кто-то тоненько посвистывает. Видит в кружевнике, где погуще, кормятся серенькие вертлявые пятюшки-пенки. Ищут, нет ли где, мошки-пукашки. Ползет Тюпа, подкрадывается поближе. Даже не тюпает, боится спугнуть. Близко-близко подполз. Да как, прыгнет, прыг. Как схватит, да не схватил. Не дорос еще тюпа птицы ловить. Тюпа ловкач неуклюжий. Спасибо, Полина, умница. Ну что ж, Светлана Ильичлавовна, не отвлекаемся. Итак, Полина награждается у нас грамотой за участие в конкурсе «Чтецов живое слово». А также вот такой книжечкой. Как там книжечка называется? «Тайны подземного города». Узнаем потом. Полина расскажешь, какие тайны у подземного города. Продолжаем наш конкурс. И сейчас произойдет встреча с легендарным детским писателем Аркадием Петровичем Гайдаром. Почему он легендарный писатель, спросите вы? Отвечу. Он не только советский детский писатель, но и сценарист, прозаик, журналист, военный корреспондент, участник двух войн Гражданской и Великой Отечественной войны. Классик детской литературы. Писал для детей, где главной темой в книгах являлась тема дружбы. В первую очередь дружбы. На сцену приглашается ученица 2-го Б-класса Дзигура Варвара с рассказом «Совесть». Аркадий Гайдар «Совесть». Нина Корнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. Но чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рот. Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами. А так как в руке он жимал букварь, заложенный его отчетраткой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним пошутить. «Несчастный прогульщик», — строго сказала она, — «и это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей из школ?» «Нет», — удивленно ответил малыш, — «я просто шел на урок, но тут в лесу ходит большая собака, она залаяла, и я заблудился». Нина нахмурилась, но этот малыш был такой смешной и добродушный, что и пришлось взять его за руку и повезти через рощу. А связка дниных книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно. Выжмурнулась из ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела. Вернулась Нина, села и заплакала. Нет, не жалко ей было украдено завтрак, но слишком хорошо пили над ее головой веселые птицы, и очень тяжело было на ее сердце, которое грызло беспощадную совесть. Спасибо, Варенька, спасибо большое. И, конечно же, Варвара награждается грамотой за участие в конкурсе чтецов «Живое слово», а также памятной книжечкой. Маленький принц. Присаживайся. Молодец. Так, ребятки, скажите, вы любите отдыхать? Да. Ну, конечно, кто не любит отдыхать? Все любят, и дети, и взрослые. Конечно, у школьников отдых связан с каникулами. А как вы думаете, а когда отдыхают ангелы? Вот такой странный вопрос. Хотя на самом деле это не вопрос, а название одноименного произведения Марии Арамштам. Прочитает нам произведение ученица третьего класса Никитина Яна. Приглашаем на сцену. Когда отдыхают ангелы? Сейчас узнаем, когда же они отдыхают. Обязательно. Делай все, что ты хочешь. Яна Никитина. Третий А класс. Марина Арамштам. Когда отдыхают ангелы. Отрывок. Существует такой закон. Надо любить свою первую учительницу. Все дети ему пощиняются. И Татьяна Владимировна для этого закона очень подходила. Она была красивой, в модной кожаной юбке с ногтями, выкрашенными маленькими оранжевыми квадратиками. Но мне помешало не сходство характеров. Первого сентября Татьяна Владимировна привела нас в класс и велела сдать букеты. Все первоклассники должны идти в школу с цветами. Это тоже закон. Поэтому в день знаний в школе бывают много цветов. Слишком много. От этого они даже как-то теряют своей красоте. Мы сложили цветы на стол. А потом Татьяна Владимировна поставила их в ведра для мытья полов. Ведра приготовили заранее. В них уже была налита вода. Только два букета в прозрачных обертках. Учительница поставила на стол в вазе. На одном сидела большая пластмассовая божья коровка. А другой был украшен цветными бантиками. И еще один букетик. Маленький, но в золотой обертке. Примастился в баночке на подоконнике. Сегодня очень важный день, сказала Татьяна Владимировна. Начало нашей школьной жизни. Это праздник. Поэтому мы будем рисовать цветы. И показала, что надо делать. Нарисовала милом на доске красивую вазу. А в ней стебелек. А на конце стебелька цветочная головка с круглой серединкой и с ровненькими лепестками. Немного похожа на ромашку. Я посмотрела на доску и поняла, что не хочу так рисовать. Почему я должна рисовать вазу, если мой букет сидит в ведре? Дедушка не стал покупать цветы в магазине, а привез их с дачи. Специально поехал и привез. Эти цветы вырастила мама. Она ухаживала за ними все лето. Заботливо пропалывая, подвязывая и нашептывая какие-то слова. Мама говорила, цветы на глуби особенные, потому что пойдут со мной в первый класс. Теперь мои особенные цветы сидели в ведре для мытья полов вместе с другими букетами. Им было тесно. Я чувствовала, как им тесно. И еще у моих цветов не было отдельных лепестков, как на рисунке у Татьяны Владимировны. Это были астры. Я знала, что астра означает звезда. А лохматые головки напоминают пучки света, которые звезды выбрасывают в космос. У каждой звезды бесконечное множество лучей, и их нельзя считать. Про бесконечное множество мне рассказал дедушка. Он говорил, это самое главное в математике и вообще в жизни. Я решила нарисовать огромное ведро, такое большое, чтобы цветы не чувствовали тесноты. И у них должно было быть много-много лепестков. Не три, не четыре, а бесконечное множество. Будто это вспышки далеких звезд. Ой, как я могу. Умница, Яна. Яночка, скажи, у тебя сестра в шестом А-классе, да, учится? У меня только старший брат, который... Да, значит, у нас в шестома одна фамилица твоя, тоже Никитина, правда, ясно. Никитина, ясно. А ты у нас Никитина, Яна, и мы гордимся тобой. Награждаем тебя грамотой за участие в ежегодном конкурсе чтецов, живое слово, а также книжечкой. Так, чудовище из озера, тайны чудовища из озера. Фото на память. Следующий автор тоже не нуждается в представлении. Его произведение «Умная собачка Соня» стало популярным у юных читателей. Кто автор, кто подскажет? «Умная собачка Соня», кто автор этого произведения? Андрей Юсачев, подсказывает Светлана Алексеевна, и молодец, получает пятерку, потому что это действительно так. Андрей Юсачев написал популярное произведение «Умная собачка Соня» и прочитает нам его ученица третьего А-класса, Ритькина София. Приглашаем на сцену. Андрей Юсачев, «Умная собачка Соня» В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире номер 66, жила маленькая, но умная собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы, а еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась, как веером. А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иванович Королев. Поэтому, живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее королевской дворняжкой. А остальные подумали, что это такая порода. И собачка Соня тоже так подумала. И остальные собачки тоже так подумали. Даже Иван Иванович Королев тоже так подумал, хотя знал свою фамилию лучше остальных. Каждый день Иван Иванович Королев уходил на работу. А собачка Соня сидела одна в своей 66-й королевской квартире и ужасно скучала. Наверное, поэтому с ней и происходили всякие интересные вещи. Ведь когда становится скучно, хочется сделать что-нибудь интересное. А когда хочется сделать что-нибудь интересное, что-нибудь да получается. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать, как же это произошло. А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее. Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой. Как Соня научилась разговаривать? Как-то собачка Соня сидела у телевизора, смотрела свою любимую передачу «В мире животных» и думала. «Интересно», – думала она, – «почему люди умеют разговаривать, а животных нет?» И вдруг ее осенило. «А ведь телевизор тоже умеет разговаривать», – подумала Соня. «Когда его вставляют в розетку, значит, – подумала умная собачка Соня, – если меня вставят в розетку, я тоже научусь разговаривать». Взяла Соня и сунула хвост в розетку. «А там кто-то вцепится ее с зубами!» — Ай-яй-яй! — закричала Соня. — Отпустите! Больно! И выдернула хвост из розетки, отключила от электричества. Тут из кухни прибежал хозяин. — Ну и ну! — сказал он, погладив дрожавшую Соню, добавив. — Глупенькая, ведь там же электрический ток. Будь осторожна! — Интересно, какой это из себя этот электрический ток? — Маленький, а такой злой! Хорошо бы его приручить! Она принесла из кухни вкусную косточку и положила перед розеткой. Может быть, он не ест косточек или не хочет, чтобы его видели. Она принесла из кухни шоколадную конфетку и положила рядом с косточкой и ушла гулять. Но когда она вернулась, все оказалось нетронутым. Этот электрический ток не ест вкусных косточек. Этот электрический ток не ест шоколадных конфеток. Странный он какой-то. И с этого дня Соня решила держаться от розетки подальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, София! Ты не о себе ли рассказ читала? Нет. А ты скажи, пожалуйста, а что ты делаешь, когда тебе скучно? Ну, даже не знаю. Как ты себя развлекаешь? Ну, по-разному. По-разному? Ну, поделись секретом. А то мне тоже часто бывает скучно. Я знаю, в чем себя развлекаю. Ну, рисую. Ну, рисую. Вот это хороший совет. Ну, рисую. Буду рисовать. Спасибо тебе большое. А сейчас хочу от всех членов жюри и от себя лично поблагодарить тебя за участие в ежегодном конкурсе «Чтерцов Живое Слово» и наградить грамотой, а также памятным подарком. Тайны подземного города. Тоже прочитаешь и расскажешь, да? Что там за тайны у подземного города? АПЛОДИСМЕНТЫ Так, «Однажды в студеную зимнюю пору». Вот что-то я задумалась. Вспомнила строчки произведения Николая Алексеевича Некрасова. А надо представить рассказ Леонида Давидовича Каминского. Рассказ называется «Хворосту воз». Прочитает нам это произведение ученик третьего «Б-класса» Ковриков Пётр. Приглашаем на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Леонид Каминский. «Хворосту воз». Прозвенел звонок на перемену. Витя Брюквин по прозвищу Эд Самая выскочил из класса и помчался по лестнице, перескакивая через три ступеньки. У входа в буфет он чуть не сбил одного худого человека с узкой длинной бородой. Витя мельком взглянул на него и замер. «Ой, извините, не может быть! Неужели вы этот самый, тот самый писатель? Ну этот, как его, классик!» «А вы разве, юноша, меня знаете?» – недовольно спросил незнакомец. «А как же!» – обрадовался Витя. «Вы на портрете прямо как живой. Между этим, как его, Гоголем и этим, ну, баснописцем, как его, Крыловым. Я только вчера учил ваши стихи. Хотите, прочту?» И без ответа Витя стал быстро декламировать. «Однажды в студеную, Эд Самая зимнюю пору, Я, ну, значит, излишу, из лесу вышел. Был, как говорится, сильный мороз. Гляжу, поднимается, Эд Самая медленно в гору, Лошадка, везущая, Эд Самая, Одним словом, как говорится, хворосту воз. «Извольте сейчас же прекратить!» – прервал Витю классик. «Что вы сделали с моими стихами? Не хворосту воз, а целый воз словесного мусора, Безобразие! Как зовут? Как фамилия?» «Брюквин Виктор!» – стал заикаться Витя. «Брюквин Виктор!» – послышался голос учительницы. «Ты что, уснул? Стихи выучил? Иди отвечать!» Отрывок из поэмы «Крестьянские дети» – начал Витя. «Поэта Николая Алексеевича Некрасова», – добавил он, и незаметно покосился на портрет. Классик смотрел в сторону. «Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел, Был сильный мороз, Гляжу, поднимается Медленно в гору. И тут весь класс С удивлением услышал, Как Витя Брюквин по прозвищу «Это самое» Прочел без запинки весь отрывок, Без всяких посторонних словечек. Он ни разу не сказал ни «это самое», ни «как его», Он ни разу даже «ну» не сказал. Нет, одно «ну» все же сказал. «Ну, мертвая!» – крикнул малюточка басом, Рванул под узцы и быстрей зашагал. Но это «ну» не считается, Потому что оно было у самого Николая Алексеевича Некрасова. Молодец! Молодец! Отлично! Итак, грамотой за участие в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово» Награждается ученик третьего Б-класса ковриков Пётр, А также памятной книгой «Чудо-тайны» из озера. Или «Чудовище из озера». «Чудовище из озера». Спасибо, Пётр! Так, все в этом году участники постарались, выбрали очень-очень интересное произведение. Но вот что удивительно, об этом авторе я узнала от ученицы третьего Б-класса Умаровой Алии. Я раньше не знала о том, что есть такой автор. Алия прочтёт нам произведение шведской писательницы Руси Эльсы Лагеркранц. Произведение называется «Моя счастливая жизнь». Приглашаем Алию на сцену. Попомнимите и Алию, и шведскую писательницу Лагеркранц. Руси Лагеркранц. «Моя счастливая жизнь». Поздний вечер. Но Дюмна всё никак не может заснуть. Некоторые в таких случаях считают овец. Но ей известно кое-что получше. Она подсчитывает, сколько раз она была счастлива. Например, когда однажды в далёком детстве Двоюродный брат Сванте подарил ей настоящую живую лягушку. Или когда ей впервые удалось проплыть три грибка, не утонув. И ещё когда ей купили школьный рюкзак. А как она была счастлива, что пойдёт в первый класс, Ждала этого момента всю жизнь. Лето тянулось невыносимо долго. И всё только потому, что ей так не терпелось пойти в школу. Но когда наступил первый школьный день, Дюмна и не на шутку разволновалась. Что её там ждёт? А вдруг там придётся просто сидеть и учиться читать и писать? Это она уже умеет. Во всяком случае, немножко. Этому её научили в подготовительной группе. «Как ты думаешь, учительница мне понравится?» Спросила она папу. «Ну, само собой», — ответил папа. «Я уверен, что она тебе понравится». «Ну, а ребята мне понравятся?» Дело в том, что Дюмна ходила в подготовительную группу в другом месте И своих новых одноклассников не знала. Внезапно ей стало очень страшно. А вдруг она ни с кем не подружится. Мысленно она поклялась в себе, Что в этом случае больше никогда в школу не пойдёт. «Держи за меня кулачки, папа», — говорила Дюмна, Когда они входили в школу. Перед дверью класса стояла учительница И со всеми здоровалась. А один мальчик не хотел заходить И согласился только, когда мама дала ему 20 крон. Когда все расселись, учительница сказала, «Ну что ж, добро пожаловать. Сегодня ваш первый школьный день». И она стала называть всех по очереди. Тот, кто не боялся, поднимал руку и говорил, «Я». Дюмна так и сделала, Хотя ей показалось, что она вот-вот упадёт в обморок. Затем учительница раздала им восковые мелки и листки бумаги, Чтобы они написали на них свои имена. Дюмны на самом деле зовут Даниэлла, Но она написала «Дюмны». Девочка по имени Микаэлла написала «Микки». Мальчик по имени Эрик написал «Меттерборг». А Юнатон написал просто «Юнатон». Все смогли написать свои имена, Кроме одного мальчика, но учительница ему помогла. И как раз, когда началось самое интересное, Пора было уходить домой. Вечером семья Дюмна отметила первый школьный день. Семья Дюмны создаёт из неё самой, Папы и котика. Котик наверняка подумал о том, Какой большой стала теперь Дюмна, Раз она уже ходит в школу. «Ходить в школу совсем не страшно», Рассказывала ему Дюмна. «Поначалу немного волнуешься, А потом становится очень весело». Но друзей у меня в школе пока не появилось. Умница! Спасибо, Алия! А у тебя много друзей? Да. Много, да? Много. Это хорошо. Говорят, не имей сто рублей, А имей сто друзей. Значит, ты очень-очень богатая. А мы поблагодарим тебя за прекрасное выступление. И Марва Алия награждается грамотой За участие в ежегодном конкурсе Чтецок «Живое слово», А также памятным подарком Книжечкой «Чудовище из озера». АПЛОДИСМЕНТЫ Наш конкурс продолжается. И на сцену приглашается ученица 4-го класса Пенкина «Дарья». Она прочитает произведение Детской писательницы Анны Игнатовой. Произведение называется «Джин Сева». Я хочу сказать несколько слов О самой Анне Игнатовой. Дело в том, что она не только пишет стихи, Рассказы, но и сказки. И вообще писательница считает, Что писать для детей нужно так, Чтобы ребенок держал книжку под подушкой, Не желая с ней расставаться. Да? Вот такие теплые добрые слова. Ну что ж, начинаем. Анна Игнатова. Отрывок из рассказа «Джин Сева». Последнее желание осталось. Я промучилась весь следующий день И решила остановиться на густых волосах Или десяти европейских языках. Или нет. Хочу броненосца. Точно. Хоть и вижу, что это за зверь. А впрочем, Лучше собаку. Да, пусть будет собака. Хотя снять за фильмы с Хабенским еще лучше. А может и нет. Если мне не окажется таланта, Все будут меня ругать, как тот тренер. И Хабенский тоже скажет что-нибудь неприятное. Поздно вечером, за десять минут до полуночи, Позвонила Ирка. Я забралась рукой под одеяло. Слушай, Зажептала она мне в ухо. Ты еще не загадала ничего? У меня идея. Желание стопроцентное. Не подкопаешься. Запоминай. Пускай никто никогда ни с кем не воюет И будет миру мир. А? Как тебе? Это полезнее, чем зубы. Я же говорила, что Ирка не подкачает. Классное желание. Нет, честно, без дураков. Никаких бомб, никаких снарядов, Никаких горячих точек во веки веков. Атомных взрывов больше не будет. Черных развалин вместо домов. Будет сплошной мир. Цветы и музыка, котята и броненосцы, Шахматные турниры и чайные чашки с рыбаками. Все будет хорошо и навсегда. Сева, ну-ка, ты все равно читаешь мои мысли. Давай приступай к исполнению. А то сейчас наверняка бомба какая-нибудь взорвется. Давай быстрее делай мир во всем мире. У батареи раздалось хлюпанье, Сопение. Чпокнула тапочка. Сева выбрал все наружу. Мне-то что? Я могу. Развел он руками в темноте. Только продержится это недолго. Бесполезная трата последнего желания. А бесполезная потому, Ответил на мои мысли Сева, Что через пять минут Кто-нибудь загадает желание в войне побить. И все. Твой мир будет аннулирован, Как противоречащий войне. Нельзя одновременно не воевать И победить. Как же аннулирован? Я глядела на Джина во все глаза. Почему аннулирован? Почему чья-то война важнее моего мира? Да и не важнее, Устало объяснить Джин. А просто наступает очередь Следующего желания, Которая отменяет твое желание, Если оно мешает. Вот и все. Вы логику в школе проходили, А информатику? Я покачала головой и всхлипнула. Минуты до полуночи, Сказал Сева. Хочешь собаку или котенка? Я опять покачала головой. Нет уж, не надо собаку. Давай, чтобы мир. Пусть он хоть пять минут продержится. Неважно. Зато кого-то не убьют, может быть. Сева вздохнул, Сел на край дивана И погладил меня по голове. Рука у него была сухая и теплая. Спи, Виктория Викторовна, Винная победа. Я выполнил все твои желания. Можешь отдохнуть. А я пошел. Он не встал с дивана, Не шевельнулся. Он продолжал сидеть. И только начал таять потихоньку. Делаться тоньше, прозрачней. У меня был джин. У меня было целых четыре желания. А я так и ничего не придумала. И не сделала. Девочка Женька со своим синим цветиком Казала сообразительной меня. Она хоть видео вылечила. Мне бы подготовиться, подумать. Сева, погоди, попросила я. Погоди, пожалуйста, минуточку, две секундочки. Он перестал таять и ждал, что я скажу. Сквозь него был виден мой любимый синий стол. Сева, какой сок ты больше всего любишь? Апельсиновый, улыбнулся он. Я тоже. Мы увидимся еще. Он ничего не ответил. Только поминул мне почти прозрачным глазом. И совсем растаял. Вместе с тапочками. На столе остался полный пакет Апельсинового сок. Спасибо. Давайте поприветствуем Дашу. Прекрасное выступление. Итак, Дашенька, ждем тебя. Грамотой награждается ученица четвертого класса Пенкина Дарья за участие в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово» и памятным подарком Питер Пенн. Так, большая маленькая девочка. Какое интересное название, да? Хотя я вспомнила, это же есть такое произведение. Автор этого произведения Мария Бершацкая. Я права, ребята? Вы знаете о таком авторе? Конечно, знаете. Мария Бершацкая, общаясь со своей средней дочкой, вдруг поняла, как трудно быть большим и маленьким одновременно. То есть, вроде бы, ты выглядишь уже взрослым, а на самом деле ты еще маленькая. Вот узнаем историю большой маленькой девочки в исполнении ученицы четвертого класса Симоны Айзенштадт. Сейчас. Мария Бершацкая, большая маленькая девочка. Меня зовут Женя, мне 7 лет. В нашей семье я самая младшая. Даже так советка ставишь у меня на целый год. Хм, надо попросить, чтобы мне подарили хомячка или рыбку. Хотя бы для них я буду взрослой. Каждое утро я просыпаюсь, встаю, делаю зарядку и умываюсь. А потом мама встает на табуретку, чтобы заплести мне косички. Вы, наверное, подумали, что я ошиблась. Разве, разве маме нужно вставать на табуретку, чтобы причесать 7-летнюю девочку? Но это правда. Ведь я самая маленькая в нашей семье, большая. Нет, вы не поняли. Очень, очень большая. И чтобы поздороваться со мной, нужно посмотреть вверх. Нет, выше. Еще выше. Вот, видите? Привет, это я. Я родилась самой обычной девочкой. Просто почему-то росла очень быстро. Быстро мне рассказывали, что за ночь я так вырастала, что кофточка с длинными рукавами, в которую меня укладывали спать, к утру казалась на мне крошечной маечкой. К счастью, сейчас я уже перестала расти. Но мне все равно бывает трудно понять, какая я, маленькая или большая. Когда я прошу маме послушать его музыку в плейере, она говорит, что я не пойму, что я еще маленькая. А когда я не хочу собрать конструктор с пола, мама говорит, что я глупо капризничать, потому что я уже большая. Получается, что я большая, маленькая девочка. Папа говорит, что у каждого из нас, а, что у каждого человека есть какой-то внутренний рост. Я понимаю, как растут цветок или огурец. Их нужно поливать. А что нужно делать для этого роста, который внутри, я не понимаю. Хм, гулять под дождем. М-м-м, петь песни? Едь всякую полезную гадость! А может быть, внутрь меня растет невидимый, действительно прекрасный огурец! И с каждым днем он становится больше! Это было бы здорово! Я люблю огурцы! А еще я люблю рассказывать интересные истории! Наверное, мой внутренний огурец от этих историй растет. Главное, чтобы он не вымахал слишком большой! Ведь со мной все время случается что-нибудь интересное! Симона, скажи, пожалуйста, а ты большая или маленькая девочка? Все-таки давай определимся! Все-таки давай определимся! Все время! Ну, у вас трое в семье, да? Да! Трое! У тебя золотая середина, действительно! Ну, а вообще, ты сама себя как ощущаешь? Большой или маленькой? Не знаю! Не знаешь еще? Значит так, тогда получается, ты большая, маленькая девочка! И мы поздравляем тебя с сегодняшним выступлением и вручаем грамоту за участие в ежегодном конкурсе «Чтицу обживое слово», а также на память книжечку «Питер Пенн». Наши дорогие участники, очень быстро пролетело время и конкурс подошел к концу. Я благодарю вас всех за то, что вы сегодня подарили нам праздник. Праздник художественного слова. Вы постарались, вы выступили великолепно.